Играем два тайма по 25 минут. Все, расходимся. Юрий Сипкин – бывший профессиональный футболист и тренер, рекордсмен Енисея по числу проведенных матчей. Их у него почти 600. Сейчас Сипкину 74 года, и он тренирует команду ветеранов. В этих командах уже не только играют те ребята, которые играли в командах мастеров, а любители, которые просто работают на заводах, предприниматели. Самый возрастной, наверное, я буду. В футбольном клубе «60 плюс» тренировки два раза в неделю. Официальные матчи по праздникам и значимым датам. На день города Новый год, 8 марта. Летом футбол, зимой в хоккей играют, поэтому жизнь вот такая вот насыщенная. Наш клуб принимает участие в турнирах. В начале октября команда ветеранов вернулась с большого турнира в Анапе. В финале первенства России по футболу участвовали команды из девяти регионов страны. И там скажу, что не такие простые игры, все время очень напряженные. Счета 2-0, 0-0, 1-0. Поэтому все отдаются и бьются, как будто в последний раз. В этом турнире мы первый раз приняли участие. И, я думаю, выступили довольно успешно. Заняли второе место. В команде 60+, наряду с экс-футболистами вроде Александра Алферова, играют и обычные пенсионеры. Виктор Кочелкин всю жизнь работал на алюминиевом заводе. А по вечерам и выходным играл в футбол для души. Играл и с Романцевым на Красноярском металлурге. Физкультурник, любитель футболиста. Уйдя на пенсию, я подключился к 60+, к этим ребятам. Здесь многие профессионалы, с ними интересно. Уже немножко не успеваю с силы своего возраста, но желание большое. Мужчины рассказывают, это здорово быть частью команды. Спортивный азарт, новые друзья. После тренировок вместе ходят в баню. Конечно, приходите, не обязательно играть в футбол, в другие виды спорта. Кто-то играет в теннис, кто-то в волейбол, в баскетбол. Обязательно ищите возможность, чтобы именно двигаться, ну и заниматься спортом. Советую всем этим увлечься и как можно дольше заниматься. Спасибо, Михайлович. Мы хорошо тренировали? Да, отлично. Кто проиграл, то ходят полы в баню.